115 участков общей стоимостью свыше 10 миллиардов тенге возвращено в доход государства за два года. В областной прокуратуре подвели промежуточные итоги регионального проекта «Земля по назначению». Ольга Файзулина продолжит. 680 предприятий Северного Казахстана занимаются сельским хозяйством. По закону, все свои земли они должны использовать согласно целевому назначению, иначе их могут изъять в пользу государства. С прошлого года областная прокуратура вернула более 115 участков. Их кадастровая стоимость превысила 10 миллиардов тенге. В итоге в сельхозоборот вовлечено около полумиллиона гектаров. Основная масса у нас земельных участков, это в первую очередь то, что было подвергнуто нашему вниманию, это проблемные предприятия «Богви Трансавто». То есть это земли, которые были получены дочерними предприятиями указанных групп компаний, и которые были выявлены как неиспользуемые. Указанные земли мы возвращали. Брошенные земли теряют свои плодородные качества. Контроль за их рациональным пользованием осуществляет прокуратура. По итогам выборочной проверки 13 сельхозпроизводителей выявлена деградация земель на площади 41 тысячи гектаров. Указанному способствует отсутствие планов севоборотов, паспортов земель. То есть это мероприятия, отсутствие планов мероприятий, направленных на повышение плодородности земли и недопущение ее деградации. На площади больше тысячи гектар земельных участков уже проведены восстанавливающие работы. То есть порядка где-то 6 тысяч гектар у нас сейчас находится в работе. А с тех, кто не платит за аренду, прокуратура взыскала 135 миллионов тенге. Все это – промежуточные итоги регионального проекта «Земля по назначению». Надзорный орган реализует его с 2015 года. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК.